Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что у нас сейчас творится в России, в стране. Страна под санкциями. И я рассказывал про инвестиции очень долго и упорно. И люди... Да, и против России введены санкции. И люди спрашивают, а что же с инвестициями, с моими, случилось, во-первых. А во-вторых, война войной. А инвестировать куда-то надо. То есть, надо сберегать деньги. И спрашивают, а куда же инвестировать. И в частности, были вопросы, что стало с моим портфелем, во-первых. А во-вторых, что стало с портфелем той моей знакомой, о которой я рассказывал в последних видео. Я рекомендовал, напомню, своей знакомой инвестировать в управляющую компанию. И сейчас я хочу рассказать именно об этом. Небольшие подробности. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитко и Юрий. Ну, напоминаю, что я рассказывал о том, что рекомендовал своей знакомой бабушке, которая вообще не разбирается в инвестициях абсолютно, но хочет куда-то инвестировать. Дело в том, что сейчас вклады на депозитах стали, в общем, не очень прибыльными. И хочется, ну, где-то повышенную доходность иметь. И она обратилась ко мне и говорит, ну, посоветуй что-нибудь мне. Я ей посоветовал... Детовол, на самом деле, она в не самое лучшее время пришла. В конце 2000... Вернее, в самом начале 2022 года. Вот, как вы понимаете, 24 февраля там произошли как раз вот эти необратимые события. И, соответственно, ну, уже там все назревало. И это было не самое благоприятное время для начала инвестирования. Ну, я ей посоветовал управляющую компанию, потому что полный бардак. И что же произошло с этим портфелем? Ну, смотрите. Я, честно говоря, не имею полного доступа, естественно, к ее портфелю, потому что это ее портфель, это ее личный кабинет. Там ей приходит на телефон, смс, она меня иногда просит, ну, посмотреть. Вот, я сказал, что чем реже смотришь, тем лучше, собственно говоря. Вот, чтобы не нервировать. И сейчас я просто попытаюсь, ну, представить, что с ее портфелем случилось. Что с ее портфелем случилось. Итак, смотрите. Я, когда я с ней разговаривал последний раз, я, ну, я посмотрел структуру портфеля, то, что я ей посоветовал. Ну, в общем, ничуть особенно не жалею о том, что я ей посоветовал. А посоветовал я ей в управляющей компании купить, сделать вклад. Там есть разные поевые инвестиционные фонды. То есть, это вот такая вот сборный котел, в который собираются деньги инвесторов. И этими деньгами управляет уже профессиональный управляющий, которые знают, куда вкладывать. А куда надо вкладывать в такое неопределенное время? Сейчас, в общем-то, идет кризис, там госдолг какой-то, ставки непрерывно повышаются. И, кажется, они уже повысились до предела. И куда вкладывать в этом случае? Ну, наиболее безопасно в такие периоды турбулентности вкладывать в облигации, что я ей, в общем-то, и посоветовал. Итак, насколько я помню, у нее структура фонда такая, 80% примерно, ну, в районе 80% было вложено в облигации, открытие облигации в фонд поевой инвестиционной, и остальная часть в сбалансированный фонд. Ну, облигации, понятно, что это вложение в облигации, и какие именно облигации покупать определяет управляющая компания, профессиональные управляющие. То есть там это очень, ну, такой сложный вопрос, значит, с какой дюрацией их покупать, значит, ну, когда срок погашения, короткий, длинный и так далее. То есть здесь надо как-то вот и варьировать, во-первых, и покупать. Ну, в общем, одна из моих последних рекомендаций была покупать долгосрочные облигации, потому что, когда ставка перестанет повышаться, а она скоро должна перестать повышаться, то вложение в длинные облигации достаточно выгодное, потому что однажды, когда ставка начнет понижаться, как раз облигации начнут бешено расти в цене. О том, почему они будут расти, механизм этого роста, я рассказывал уже в других видео. Ну, а сейчас смотрите. Вот, и так, я ей посоветовал 80% вложить в облигации и остальные 20% в сбалансированный. То есть мы там сделали реструктуризацию, когда все это начиналось, по крайней мере, и это произошло примерно, значит, там в 20-х числах января 2022 года. То есть за месяц до интересных событий, которые начались. Чем хорош вот этот фонд, управляющая компания открытая? Тем, что, ну, смотрите, там есть поевые инвестиционные фонды, которыми управляют управляющие. Их несколько. Это, значит, фонд облигаций, фонд, значит, открытие акции, открытие сбалансированный. Давайте вот я все фонды посмотрю. Открытие еврооблигаций. Вот он сейчас, вряд ли он, да, он не работает. Сбалансированный рантье тоже не работает. В общем, работают сейчас, в данный момент, насколько я понимаю, три фонда. Почему не работают еврооблигации сбалансированные? Ну, потому что сейчас санкции, и все там заблокировано. Вывести деньги оттуда нельзя. А вот эти вот три фонда облигаций, акции и сбалансированные, они работают. Смотрите, есть фонд облигаций, там вкладывают в основном в облигации. Есть фонд открытия акции, вкладывают в основном в акции. И есть фонд сбалансированный. Что это такое? Сбалансированный – это сборная солянка. Часть фонда вкладывается в облигации, часть в акции. Таким образом он балансируется. И вот это соотношение, в принципе оно 50 на 50, то есть обычно акции растут быстрее, но сейчас это соотношение иногда сдвигается в какую-то сторону, думаю, что тоже в сторону облигаций. Поэтому я и предложил в открытии облигаций и открытие сбалансированное, то есть в облигациях там больше всего. Давайте посмотрим, что случилось с облигациями, уже не буду вас томить. Ну вот смотрите, структура, стратегии, основные эмитенты фонда здесь, ну какие-то перечисленные. Это ГТЛК, Аэрофлот, Министерство финансов Республики Казахстан, группа ЛСР, Сэтлгрупп, Новотранс, Газпром Капитал, НК Роснефть, АФК Система. Ну, не знаю, как вы считаете, но мне кажется, что этим компаниям банкротство не грозит и все у них будет нормально. Ну и вот он, долгожданный график. Ну, за один год плюс 13,66% это динамика стоимости пая. Что такое стоимость пая? Ну, вот этот вот весь сборный котел, который туда, который есть, он разбивается на сколько-то частей, скажем, на 1 миллион частей. И когда вы покупаете вот этот вот фонд, то вы покупаете сколько-то паёв этого фонда. Вот. И, то есть, вот весь этот фонд разбит на какую-то часть, значит, вы покупаете один какой-то пай, и этот пай какие-то деньги стоит. Если фонд растёт, то пай растёт. Если фонд падает, то пай падает. Ну, здесь вот график, который вы видите. Сейчас я его попробую увеличить. Вот. Он, ну, с 2018 года, но здесь это, ну, модель как бы, если применять, то то же самое. Давайте смотрим вот сюда вот идём. И вот она, ноябрь, январь 12, январь 14, январь 17. Вот, где-то 24 февраля, вот в этом районе, где-то 24 января, или там, может быть, 21 января скорее, вот 5521 рубль была стоимость пая. Что произошло, ну, как вы понимаете, в феврале? В период резкой турбулентности 28 февраля, ну, там всё это упало резко, значит, там совсем резко упало всё, потому что, ну, все распродавали активы и, так сказать, бегом-бегом в ужасе бежали. Поэтому, естественно, резкое падение, но потом достаточно быстрое восстановление. И что происходит сейчас с этим фондом? Вот, на июль 2022 года, в общем-то, он восстановился. Дальше было падение в сентябре 29-го, это когда, я так понимаю, была объявлена мобилизация. Дальше опять восстановление идёт. На настоящий момент 6087 рублей стоимость пая. Напоминаю, было где-то 5500, а 6087. Я поделил 6087 на 5500, и у меня получился рост 24%. То есть, я говорил, что это лучше, чем вклад, и, в общем, ну, 24% за год, ну, за год, вот, когда был год, вот, не было ещё 24%, там было совсем немного, небольшой рост. Вот, я её рекомендовал, она у меня спрашивала, забирать или не забирать, я говорю, не надо. И, в общем, я оказался прав, дальше идёт рост. Что будет дальше? Ну, скорее всего, что-то будет налаживаться как-то, и я думаю, что будет рост. Будет рост. Теперь, напоминаю, что это 80%, 80% её портфеля. Давайте вернёмся, ну, и посмотрим, что со сбалансированным счётом. Сбалансированный, в который 20% вложено. Вот оно. Так, что у нас тут? 20 января. 1017 рублей за пай. Сейчас 987 рублей за пай. Здесь наблюдается падение пока ещё, ну, относительно того, что вложено. То есть он упал, и сбалансированный, ну, как вы понимаете, раз он сбалансированный, то он, значит, более плавный. Но акции упали резко, и поэтому здесь пока ещё он в убытке. Но прямо вот, так, куда он? Ну, ему ещё долго идти, если честно. 987. Да нет, недолго уже. В общем, там небольшое, небольшая потеря. И, напоминаю, что там 20% всего от вложений в портфеле. Вот такая простая вещь. Каким образом открыть вклад в управляющую компанию? Ну, раз это открытие, многие считают, что надо идти в банк открытия и там открывать. Напоминаю, что банк открытия, брокер открытия и управляющая компания открытия – это абсолютно разные организации. И, в общем-то, банк открытия, он в последнее время присоединил себе огромное количество других отделений каких-то, других банков. Вот. И, надо сказать, вот я сразу могу сказать, что если вы идёте в банк открытия, то в большинстве отделений, если вы не в Москве, в большинстве отделений люди работают, ну, они работают как банк. И вы попадёте на менеджера. И у менеджера, конечно же, есть задача. Я вам открою страшный секрет. Менеджер получает процент, ну, какие-то деньги, если он вас убедит вложить в какой-то продукт, который предлагается. Банк, естественно, предлагает сейчас низкие проценты, и они сейчас активно предлагают и управляющие компании, и ещё какие-то. Но у них образование всё-таки банковское. То есть они мыслят категориями депозита. Они вообще ничего не соображают ни в фондовом рынке, ни в инвестициях. Вот те люди, которые работают в отделениях банка, я вам сразу могу сказать, и эти люди, ну, не смогут вам, ну, дать квалифицированный какой-то совет. Их задача продать вам вот этот продукт, дальше, в общем-то, трава не расти. Это если вы находитесь не в Москве. В Москве, в общем-то, сказать, я был в разных отделениях, и там вполне адекватные люди. Вот, в других городах, вот у нас Обнинск всё-таки и город образованный, и всё, девочки в инвестициях не тянут вообще. Поэтому я вам рекомендую всё-таки, ну, не идти в отделение, потому что они вам просто могут не то посоветовать. Ну вот, а обращайтесь ко мне, ну, я, по крайней мере, отвечаю на вопросы. Можно мне задать вопросы какие-то в Телеграме, и я стараюсь на это оперативно ответить. Итак, что нужно сделать? Ну, для начала нужно открыть брокерский счёт. Для того, чтобы открыть брокерский счёт, вы прямо сейчас увидите ссылочку, и вот в описании, прямо первая же ссылочка, которая будет, это открыть брокерский счёт. Это моя персональная ссылочка, если вы по этой ссылочке откроете брокерский счёт, то есть, если вы на неё нажмёте, то, в общем-то, вы закрепляетесь за мной, и можете обращаться ко мне за консультациями. То есть, первое, что нужно сделать, это нажать на эту ссылочку, и там простейшие какие-то вопросы, на которые надо ответить, там внести свои данные, и всё. То есть, это всё открывается через интернет, независимо от того, есть у вас отделение банка открытия, нет у вас отделения банка открытия, пожалуйста, вы можете совершенно спокойно это сделать. Это первое. Второе. Значит, надо ли открывать счёт в банке открытия? Ну, наверное, надо. Это тоже можно сделать через онлайн сейчас, и совершенно спокойно, тоже независимо от того, есть у вас отделение банка открытия или нет, вы можете это сделать. И тоже я, наверное, ссылочку постараюсь соответствующую сделать. Напоминаю, банк открытия и брокер открытия, это разные конторы. Что надо сделать позже, после, ну, а после этого, после того, как открыт брокерский счёт, надо, не надо, его можно не пополнять, брокерский счёт, а дальше можно открыть уже счёт в управляющей компании открытия. Как это сделать? Ну, здесь вот очень просто. Там же будет ссылочка на сайт управляющей компании, openam.ru. Вот. Вы личный кабинет нажимаете. Здесь у вас нету личного кабинета. Вы всё ещё не клиент управляющей компании открытия. Зарегистрироваться. Здесь вы снова регистрируетесь. Здесь фамилия, имя, отчество, телефон, почта, город и далее. А далее вот уже вам, ну, по идее, должны позвонить из управляющей компании и спросить, ну, задать какие-то вопросы. Если не зададут, то, значит, вам придут рекомендации о том, а я не помню уже, звонят они или нет. Вот. Но совершенно спокойно дальше вы можете зайти вот сюда уже, находясь уже в своём личном кабинете. Так. Находясь уже в своём личном кабинете. Вот. Вы увидите вот эту картиночку, которая первоначально была, и просто купить открытие облигации или открытие сбалансированной, как вы хотите. Вы можете купить также открытие акции. Здесь проблем особых нет. Поевые инвестиционные фонды. И, собственно говоря, всё. Что можно сказать про эти фонды? Этими фондами управляет профессиональный управляющий. Они, ребята, умные. Они знают, что делать, какие облигации и когда покупать, какие облигации и когда продавать или акции. Поэтому, поэтому, а если вы в этом ничего не понимаете, то лучше всё-таки довериться профессионалам. В чём здесь есть, скажите, ну там какой-то подвох-неподвох, значит, какие комиссии и так далее. Вот здесь, здесь проблема следующая. Комиссий, как таковых, на покупку этих фондов нет никаких абсолютно. Более того, в процессе инвестирования вы можете менять соотношение. То есть, вы можете продать внутри компании, послать заявку на продажу вот этого какого-то пая. И, значит, ну, потом купить другие паи. То есть, вы можете их поменять, ну, какое-то вот это соотношение совершенно спокойно, без потери денег и без каких-либо комиссий. Это происходит не сразу, это управляющая компания, там в течение где-то недели заявки удовлетворяются. Вот, ну, это делается. Есть комиссии на вывод и комиссия за управление этими фондами. Управляющий берёт себе, смотрите, полтора процента годовых от стоимости мотоактивов. Полтора процента годовых вы теряете. То есть, это всё. Вот, и, если вы забираете эти деньги в течение года, те, которые вы инвестировали, в течение года, то управляющая компания, естественно, этих денег не получит полутора процента. Поэтому, вот, условие, условие, что вы забираете эти деньги раньше срока, то она возьмёт с вас эти полторы, полтора процента. Если вы в течение года не забрали эти деньги, а через год, то есть год прошёл, а вы на следующий год, вот, буквально на следующий можете забирать эти деньги, то эта комиссия уже будет там, по-моему, 0,7 процента, или там, ну, существенно меньше, по крайней мере. Если вы продержались, по-моему, всё-таки 1 процент. Вот, если вы продержались два года, на третий год комиссия ещё ниже, если три года, то комиссии нет никакой вообще. То есть фонд растёт, вы без всякой комиссии забираете эти свои деньги. Можно частично продавать. Вот, если, то есть, напоминаю, что если вы перебалансируете, то есть если вы внутри своих инвестиций, вот, внутри управляющей компании, значит, увеличиваете долю какого-то фонда за счёт другого, то, в общем, здесь никаких комиссий нет, никаких потерь нет. Потери могут быть только при выводе, если этот вывод раньше, чем через три года. Я считаю, что это наиболее оптимальный вариант в наше сложное время. Фонд облигации. Да, там доходность небольшая, но управляющий смотрит, и там доходность может доходить аж до 30 процентов. Ну, вот, в данный момент, ну, вы видели этот график, ещё раз я его могу вам показать. То есть, если бы вы вложились там, когда был ужас-ужас-ужас, то, ну, в общем, почти удвоился бы фонд, понимаете, да? Ну, 50 процентов точно заработалось бы. Вот такая вот петрушка, когда в мире паника надо инвестировать, и инвестировать именно в облигации. В период кризиса, напоминаю, происходит разбалансировка, и, как правило, богатые становятся богаче, бедные беднее. Будьте на стороне богатых. На сегодня всё. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Продолжение следует...